После небольшого вступительного слова Константин Затулин сразу перешёл к делу. Ответ у нас злободневный и актуальный для города вопросы. Один из них – состояние пляжных территорий и доступ на них местным жителям. Вопрос открытого побережья в Сочи остаётся открытым на протяжении многих лет. По словам Затулина, ограничение доступа граждан к воде – это прямое нарушение российского законодательства. Услугой за деньги, по словам политика, на пляжах может быть только аренда зонтиков и шезлонгов. Законность платы за выход к морю – под сомнением. Должен быть один забор в городе Сочи на пляже, это на государственной резиденции Бочаров-Ручей. Ну, может быть, ещё там, где воинские части, если они размещены, там объекты безопасности. Но ни в коем случае ни санаторные, ни прочие пляжи не должны преграждать путь к морю. Территория санатория должна заканчиваться перед пляжной полосой. Не могли обойти навстречу и важную тему тарифов на услуги ЖКХ. По словам Константина Затулина, зачастую цены в этой сфере завышаются необоснованно. За счёт населения те или иные компании хотят покрыть свои расходы, например, на заоблачные зарплаты руководящего состава. Прозвучала в аудитории критика в адрес программы капитального ремонта. На этот вопрос также есть определённый план действий. Дума нового состава должна будет вернуться к этому целому реформе капитального ремонта и разобраться и предложить другие решения. Потому что ту схему, которую предложили, она не работает. Фонды все без исключения, краевые, областные, не только в Краснодарском крае, не выдерживают критики. Что касается адресного решения проблем, то для этого в городе работают приёмные Константина Затулина, куда в частном порядке может записаться любой житель города. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.